Ко-моему, это будет наша первая серия пешком. Я ненавижу этот рынок. Очень много народа. Не ходите сюда ни в коем случае. Это полный провал вообще для Барселоны. Здесь жутко, ребята, жутко. Я не хочу. Я хочу перцев и морепродуктов. Боюсь, что тебе это не грозит. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Мы в Барселоне. Да, мы в Барселоне. В Барселоне мы живем возле Плато де Каталуни, возле каталонской площади. У нас очень красивый подъезд, в котором лифт вообще уникальный. Я первый раз в таком лифте езжу. Около двухсот лет, как сказал нам хозяин портелета. Быстро убежать не удастся. Пока ты откроешь каждую из дверок. Например, эта дверка открывается вбок. Эта дверка открывается вовнутрь. Ага, подожди, я запуталась. Сейчас. Сейчас, сейчас. Закрыть одну дверку, закрыть вторую дверку. Не потеряться в том, что здесь написано. Какие-то писы. Принципаль и Плаунта. Еще уникальный лифт, в котором мы находимся. Вода решения снимает. А я его. Красивый, красивый, как отелеграмм в Будапешт. Так, главное, видите. Открываем одну дверку, вторую дверку. Широкобедрым нельзя. Дверку закрой, стволку задвинь. Вот такой у нас крутой лифт. Если что, снимем вам серию вдвоем на лифте. Здесь центр города практически везде перекрыта. Или одностороннее движение. Или очень узкие улочки. На автомобиле вообще нет смысла ездить, да? В прошлый раз мы объездили в Барселону на мопеде. Это было, кстати, удобно. Мы хотели взять велосипед, но с велосипедами здесь полная лажа. Нет, то есть их много, конечно, но и здесь очень много, и часто воруют велосипеды. Поэтому непонятно, где его хранить на ночь, на что его пристегивать, как его замуровывать. И мы решили, что Барселона, и это не повредит нашему здоровью, будет пешком. Мы сейчас, кстати, выйдем на главную пешеходную улицу Барселоны. Она называется Ла Рамбла. Если честно, мы стараемся не попадать на эту улицу, если просто ходим-гуляем, потому что это нужно выдержать, уметь это выдержать большое количество туристов. Вообще в Барселоне у местных жителей даже существует глагол. Параламблица. Ра-ла. Ла-рамблица. Ра-рамблица. Да, вот, Маша, скажи, пожалуйста. Параламблица. Да, это типа, значит, пойдем и потусим на... Ла-рамбле. Мы сейчас направляемся на рынок, где никто никогда не останется голодным. Хотите, купите продукты, хотите, выберите свежайшие морепродукты, или овощи, или фрукты. А хотите, просто поешьте там. Самый знаменитый в Испании рынок, он называется Лабокерия. Это один из самых старейших рынков в Европе так точно. Прямо возле рынка возвели городскую стену. И для того, чтобы людям, продавцам нужно было попасть на место, где они торговали до этого, им приходилось платить пошлину. В какой-то момент они решили, ну, камон, ребята, лучше уж вы к нам. И стали торговать своими продуктами. Изначально это было мясо. Стали торговать прямо за городской стеной. Вот так вот начинался рынок Лабокерия. В 1835-м в Барселоне прошлась волна, когда очень много монастырей было сожжено. Одним из таких монастырей оказался монастырь Сан-Джосеф, святого Йозефа. Это место в дальнейшем и заняла Лабокерия. Есть очень много теории, почему Лабокерия, но мне лично понравилась теория о том, что по-каталонски бок это козел или козлик, да? Ну, на боку. Бок. А, боку. В конце как? Боу-си. Ну да, понятно. И учитывая, что изначально на Бокерии продавали мясо, в том числе, конечно, козлятину, а козлятина в Барселоне была очень популярна за счет достаточно большой еврейской общины, проживавшей здесь, вот, то вот от слова козлик вроде бы как от каталонского бок козел и пошло название Лабокерия. Тот самый рынок Лабокерия и упоминание о монастыре, на месте которого она теперь находится. Видишь, Сейнт Джозеф. Та-дам! Это рыбная часть рынка, где есть практически все. Заходи, пробуй, трогай, нюхай, бери, покупай. Рыба, морепродукты всевозможных видов. Смотри сам. А вот смотри, это же мальки угря. Малюсенькие, с двумя маленькими глазками. А видишь, как у них называется экран? Она называется уэвас димерлуда, дословно переводится «яйца». Можно, например, открыть устрицу, сбрызнуть лимоном и здесь съесть. Три устрицы. У вас есть какие-то просекко, кава? Нет, мы можем продать алкоголь. Да, только устрицы. Окей, давайте это быть три устрицы. Десять евро стоит три устрицы на рынке в Барселоне, Ла Бакерия. Я сейчас могу за устрицы расплатиться с помощью машины. Есть моя стоимость в 10 евро. Есть муха. Так вот, стоимость в 10 евро. Я сейчас сюда засовываю бумажки, а сюда копейки, да, монеты. Так вот, у меня есть 20 евро. Я хочу получить сдачу. Здесь я нашла 10 евро в своей сдаче. Видишь? И в конце тебе машина выдает чек. Человек, который работает с устрицами, вообще не касается денег. Можно было бы сойти с ума, мыть руки, заниматься в перчатках. В перчатках ты не можешь этим заниматься, что они бы прорывались все время. Классная идея, молодцы. Значит, это самый ужасный опыт в моей жизни. Я ненавижу этот рынок. Здесь очень много народа. Не ходите сюда ни в коем случае. Это полный провал вообще для Барселоны. Здесь жутко, ребята, жутко. Не ешь. Я не хочу. Я хочу перцев и морепродуктов. Больше, что тебе это не грозит, да, это морепродукт. Шоу «Второй час» в нашей очереди. Туристическое бакерие – это, конечно, нужно выдержать. Чтобы сесть в хороший бар и поесть, нужно отстоять огромную очередь. Со стыдом мы стоим над душами людей, которые едят. Нам вспомнят это где-нибудь в аду. Можно взять меню. Такое меню можно его из собой унести. Просто посочим бумажки. Взять карандаш, ручку, которая тоже здесь есть. И прямо пока ты стоишь в очереди, чтобы не было чем заняться, нужно отметить, что же ты хочешь поесть. Это заведение открылось в год моего рождения, в 1987. В этом году ему 30 лет. Нам принесли артишоки. Сейчас продолжается сезон артишоков. Они немного припущены и затем очень сильно обжарены во фритюре с хлопьями соли. И получаются такие, знаешь, как чипс. Корчев и чипс. Еще принесли бэби кальмаров. Малюсеньких. С луком-пореем, с зеленым луком. Протушены. Это наши любимые зеленые перчики. Обжаренные и с солью. И где-то в этой кучке будет один-единственный острый перчик. Кому он достанется, тот и платит обычно в заведение. Пьюза, смелых и храбрых, которые отстояли очередь в любое заведение здесь, в Лабокерии. Я начинаю сомневаться, что мы путешествуем по Барселоне на скутере. В моей столовке подавали пюре и котлеты, а здесь подают лобстера. Можно испортить такую гору морепродуктов. Сразу. Одним махом. Сразу. Сразу.